Сегодня немногие смогут расшифровать полузабытую аббревиатуру ГСВГ. Между тем, на протяжении всего периода существования группа советских войск в Германии была крупнейшим войсковым объединением советских вооруженных сил, дислоцированным в непосредственном соприкосновении с вооруженными силами НАТО. Всего за время существования группы советских войск в Германии в ней прошли службу 8,5 миллионов граждан Советского Союза. Они служат в группе советских войск в Германии. Родина доверила им особый пост. Находясь впереди своих пограничных застав, зорко охранять западные рубежи стран социалистического содружества. Группа советских войск в Германии у нас просуществовала 49 лет. С 9 июня 1945 года по 31 августа 1994 года. Этот пласт, как мы говорим, история, это большое дело. Брали военнослужащих из военкомандов Чувашской республики за 49 лет. 108 тысяч солдат. Мы защищали мир в Европе, можно сказать, даже на земле. Этим гордимся. Истории, что можно сказать, истории про нас, конечно, немного забыли, потому что на войнах мы не участвовали в баталиях, потому что мы не допустили войны. Ассоциация ветеранов ГСВГ существует в Чувашии с 2013 года. За это время отделения организации появились в 12 районах республики. А в минувшую субботу она объединила под своим началом и новочебоксарцев, служивших на иностранных территориях. Я проживаю на учебе в Сарске, служившем в ГСВГ. Я рад, что соединяется это братство в ГСВГ, которое служил в Германии. Не забывайте ветеранов, которые отдали свой долг, служив в Германии. Что соединяется это в Чувашии по району, организуется братство, сплочение. Я служил в Бернау, полевая площадь 34-80-31, в разведке служил. ГСВГ на протяжении 49 лет своего существования была гарантом стабильности в Европе. Сегодня ветераны организованной ассоциации хотят на своем примере показать молодежи, что армия – это прежде всего школа жизни, которая не только учит владеть оружием, но и делает молодых парней настоящими мужчинами. В наше время служба в армии – это не только долгом считался, а и честью. Понимаете, каждый стремился, молодой человек, чтобы его призывали. Но мне посчастливилось служить в Германии, в городе Ваймар. В ракетной части старшим оператором системы управления, старшим ракетом служил. В общем-то, вот когда говорят там самолеты, что это у нас противовоздушной обороны относились мы, и натовский самолет, допустим, в Западной Германии на расстоянии 25 километров от границы прилетает, мы уже на готовности стояли, потому что так должно было, и так оно было на самом деле. О том, что одна из основных задач организации военно-патриотическое воспитание молодежи, говорил на встрече и руководитель цивильского отделения ассоциаций Иосиф Тимофеев. У нас сейчас самый большой коллектив в Цивильском районе, ветеранов группы Советского войска, около 100 человек, где-то приблизительно 98 человек у нас в настоящее время. И все слажены, и это все рады, то, что мы делаем. Вот это наша задача действительно показать ту службу, которому мы служили, честность, добросовестность. В ходе встречи были заслушаны доклады руководителей общественной организации. Велось обсуждение планы работы Ассоциации ГСФГ как в Чувашии, так и в нашем городе. Дарья Спиридонова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.